Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня 28 апреля... Февраля... Февраля... Нет, ну, 28 апреля тоже наступит, я надеюсь. Да, видите, как весна в голове. 28 февраля 2012 года Театр поэтов «Послушайте» делает проект ТВ-поэзия, ну, теперь уже 2012. Меня зовут Владимир Антибенко, я руководитель театра. И тот, та горгонная медуза и страшный дракон, который стоит на пути на эту сцену. Ну, как бы, вот меня надо сначала удивить, впечатлить, тогда я вписываю человека в план, и он выступает в том же самом первом отделении. Сегодня у нас будут перформансы, будет сюрприз в том же первом отделении. Во втором отделении у нас спектакль «Джули». Его делают Яна Авдеева, Константин Гафнер, Анна Клейменова и режиссер «Мательская едвига». Ну, я думаю, это мы все позже там озвучим. Это все во втором отделении. И так же сразу же во втором отделении у нас будет играть группа 10 тысяч микрофонов Игорь Клекотнев. Я правильно произнес, Игорь? Игорь? Правильно. Игорь Клекотнев, вот он уже пришел. Спасибо, что вы пришли и нас посмотреть, послушать. Ну, собственно, вы знаете, как это, космонавтом быть нелегко, но придется. И я думаю, что... Денис, вы можете быть космонавтом? Да. Денис Денза будет космонавтом Юрием Гагариным. Собственно, у него и называется «Один». Нет, называется не «Один», а «Единица». Это немножко разное. В контексте немножко разное. Вой в голове пламя горит реже. Потоки посекундного времени. Катализатор невежества. И не стало бы боли в постоянной погоне. Только одиночество удерживает покой. Я забыл слова. Давайте я что-нибудь другое исполню, то, что я знаю. Пропитанный порохом досконов эпохи, Болевой гомосапиенс пересекает дороги, Желая грехи замазать слезами. Каждого начавшего войну запоминая, Убийцы морали схватят порцию слов, О пишущих публично суть неверных ходов. Достаточно будет мужской несолидарности, И лишь кристальной логикой смогут обмазаться. Но кулаки ответят за порезы из тыла. Каждый будет найден за достойной причиной. Эмпатично узнает, сколько причинил, Запомнив страхом, что вправде из тела Напрямую прилюдно в настоящем времени. Ведь обильно за будущее внеактивных решений Наступать на грабли или в честь свободы Из общества вовремя истреблять уродов. Войны нет в раю, а любви в аду. Стороны ищут середину. Внутри тебя замыкается круг, Лицом к лицу зеркалом на крайний срыв. А вообще вместо ненависти чувство неба, Получая удовольствие, где бы я не был, На чужих жалко времени и сил. Не будет противления злом, насилию, Провокации многих не замечены главным. Просто стали ничем, недостойные парни. Привыкли к злобе, властелюбивые мысли Теряют все за словами честными и искренними. Я ничего кислого, обожаю прекрасное, Молча улыбаясь ожидающим маски. Кто видит жизнь борьбой со всеми, В намеках поймут, что она потеряна. А мне на это плевать, просто люблю Запутанных в иллюзиях, только пожалею. Прощение станет выше моря мщения, И взглядом наверх воспрямится нож. Войны нет в раю, а любви в аду стороны Ищут середину. Внутри тебя замыкается круг, Лицом к лицу зеркало на грани срыва. Денис Дензо, единица назывался. Да я не подготовился к этой единице. А что, пятерочка? Пять с плюсом. Классная энергетика пошла. Мы в 2012 году уже договорились, И все, кто не первый раз приходит, уже знают, Что если у вас есть вопросы к поэту, к исполнению, Подходите сюда ближе и будьте рядом. И тогда я замечу и скажу, И вас позову сюда, И вы сможете сказать прямо в лицо поэту, Что вам не нравится. И для меня пока все замечательно. Есть какие-то другие мнения? Нету. Есть? Владимир, можно было без микрофона? Довольно громко. Можно было без микрофона? Ну, можно было, да. Денису можно было, да. Но это уже как бы технический момент. Согласен, кстати. Да, можно было без микрофона. Я не это готовился. Ну, ясно. Ладно. Вот к нам в гости пришла Надежда Санбля. Выходите, Надежда. Вот. Сейчас я вам... Пожалуйста. Вы сейчас представьте. Единственную секунду, прежде чем вы начнете, И я только кое-что исполнил, хорошо? Меня зовут Владимир Гарантик, это для видео. Сейчас, секунду. Слово кидаю в небесную рвань. Янь, янь, сам я отсюда вырвусь на час. Раз, раз, зона дождя, оприходован в риск. Искр, искр, тысяча прав на земле. Одна до дна розовый город ловит причал. Ал, 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 я возвышаюсь ночью над ним. Рим, Рим, это восходит луна. Заря, зря, зря. Это я бегу самим горя. Вы похлопайте, что ли. Спасибо. Это был Владимир Антипенко. А теперь вот Надежда Санблер. Пожалуйста. Не научусь я простоте и лёгкости случайной встречи. Пускай со мной сейчас не те, с кем быть хотелось в этот вечер. Пускай с улыбкой на губах искать я буду в нём. Не нужно. Твои черты, твои слова, и потому с ним буду дружно. Но всё равно не научусь я простоте и лёгкости случайной встречи. Ведь мне нужны лишь только те, с кем быть хотелось в этот вечер. Надежда у нас выступает не программа как бы, но всё равно. Мы с ней договорились. Ещё есть что-то исполнить? Да. Пожалуйста, Надежда. Сотворение, посвящённое Виктору Цону. Я закрою тебя пледом, окружу тебя беседой, и тебе я всё прощу. Я знаю, ты уйдёшь, за собой не позовёшь. Я сегодня с тобою прощаюсь, я сегодня в тебя воплощаюсь. Я иду и вернусь к тебе тенью. Нет, застыну, как водная гладь. Можешь бросить, забыть, оглянуться. Только тени не сможешь солгать. Но вечно лежать мне, гитарой на твоём бедре. Всё. Спасибо. Кстати, вот человек решил энергию добавлять. Давайте ещё один стиль, да? Пожалуйста. Надежда Сандрин. Но если пройдут перегримы твоей колеёй, по мне им придётся идти в такие законы пути. Ведь я родилась глядой, и мне уж не стать другой. Я высшая конная раса, на ваших глазах седлая пегаса. Да простит меня, мать-земля, и ваши сановые. Я никому претензий не имею. Но надо бы я подниму аллею. Спасибо. Не уходите. Надежда, правильно? Встаньте сюда. Надежда Сандрин. Надежда, а вы кто? Расскажите немножко о себе. Сейчас я работаю в музее этнографии, а вообще имею два высших образования. Ну, два высших образования, кстати, имеют многие люди, даже которым 25 лет. Многие молодёжь обвиняют в том, что они не образованы, Пушкина не читали. Они иногда три высших образования имеют. Дело не вон. А вообще, 57 лет живут в Петербурге. А как вы нас нашли? Ну, я вообще общаюсь с поэтами. Пушкина. Ну, вы наш человек, вы выступаете так ярко, интересно. А вы в интернете есть? Сложно. Вконтакте. Вконтакте. Тогда давайте спишемся, я вас в программу заведу на следующую, на 6 марта. Хорошо? И мы с вами спишемся. Всё, договорились. Найдите меня. Театр поэкзи, поиск по группам. А мы вас уже даже в холод. Ну так, я понимаю. Ну, всё, спасибо. Надежда Сандрин. Не забудьте ко мне обратиться, пожалуйста. Хорошо? Личным сообщением. Не просто добавятся друзья. Напишите. Я, Надежда Сандрин. Значит, господа. Ну, я смотрю, вот у нас тут пошло всё раскочегариваться. Андрей Прут. Вы готовы сейчас? Да, готов. Да? Ну, давайте. Андрей Прут тогда представит. То, что он приготовил. Называется у него «Будь уверен». Без микрофона, да? Нет. Давай. В одном рассуждении кто-то сказал, что проект не шагает много со временем. Я вот сегодня попробую шагнуть. Какой проект не шагает? Вот этот. Это, по-моему, сумасшедший. Ну, я в рассуждении кто-то не понял. А? В одном рассуждении. Ну, это в третьем отделении вышел неадекватный весна человек и почему-то начал это говорить. У меня три стиха. Называется он «Будь уверен» или «До, во время и после». Три стиха – это три маленьких стихотворения. Подожди, а ну, еще и вопрос. А что значит шагать со временем? Если читать о том, что в Москве там была, допустим, я просто к примеру, значит, в Москве был этот вот, как его называют, там, митинг, и об этом стих там, как дубинками лупит, и это есть новую со временем. Я так понял, что ему именно этого хотели. Ну, я попробую. Давайте сейчас про выборы президента будем исполнять. У меня есть, кстати. Я же, давай. А, да? Ну, давай, хорошо. Андрей Прут, пожалуйста. Я родился в рубашке смирительной при распаде советского времени. Нам кричали, что мы победители, что теперь будем самыми первыми, что развал страны, эволюция, что регресс – это то же движение, но напрасно прошла революция, из успеха стал поражением. И в 2012-м. И в 2012-м времени интернет плюет компроматами. Наш народ. И в 2012-м. И в 2012-м. И в 2012-м. И в 2012-м. Те, кто в власти, не факт, что первые — это вечная соответствия, путь к утопе и сложен, и труден. Я не знаю, как ляжут карта Шириновский, Рохоров, Путин. Будь уверен, 4 марта. А Зюганова забыла. Кто там еще? Зюганова не слеповал. Этого слеповал? Ширинов. А вторая часть. Андрей Чиевков пришел. Андрей, ты как всегда пропускаешь. Ты что, работаешь где-то? Че ты опаздываешь? Прошло уже столько интересного, Андрюш. Ну, ты и знаешь, что я шоу такое, где я падаю в мистерию. Я знаю, что псих. Хорошо. Вторая часть называется «Во время». Я ставлю крестик по команде «Газ». Иду на митинг, слышу фразу «тваст». Но не забыто еще слово «гордость». Хотя на самом деле это просто фарс. Я буду обменять кого угодно. Плохую власть, ушедшие годы. Могу и Путина, раз это стало модно. Могу и Путина, раз это стало модно. Ведь если ты не против, значит «за». Хотя я думаю, дело не во власти. Или правителя, он тоже человек. А вот народ бывает разный мастер. Его не свергнешь. В нем ищи ответ. И, наконец, после. Впереди грядут перемены. Марш протеста превратится в склоку. И на флаге в российском трехцветном. Может красного стать слишком много. Будь уверен. До, во время и после. Спасибо. Спасибо. Андрей Прут. Спасибо, Андрей. Андрей, это почему возникло? Потому что в прошлый раз в третьем отделении вышел чувак и сказал. Можно мне говорить? Сказал, значит, что у нас тут не в духе времени. И вот Андрей Прут решил в духе времени сегодня исполнить. Это очень опасно, потому что, конечно, твой театр проигрывает на поле театра выборов. На поле театра выборов? Да. На поле театра выборов закончится, где снова будет. Я ошибаюсь. Поэтому лучше бы крутать. Я не согласен с тобой. Ладно, хорошо. Давайте голосовать. Кто за то, чтобы выбрать в президента России Дениса Дензова? Денис, встань. Встань, пожалуйста. Поднимите, пожалуйста, руки. Ставьте, молодой парень. Кто за это? Деньте руки. Кого? Хорошо. Кто за то, чтобы выбрать в президента России? Иди сюда, Евгений. Евгения Цокова, пожалуйста. Есть такие желающие? Хорошо. Стефанин, идите сюда. Спасибо. Кто за то, чтобы Стефанию Данилову, президента России? Есть такие? Поднимите руки. Слушайте, вы что такие неактивные? Вот так и на выбор. Вот один человек нашелся. Мы друг друга не знаем. Хорошо. Простите, забудьте. Собственно, тогда Стефанин и продолжает. Пожалуйста, ей и выход. Я бы, например, ее президенту, пожалуйста. Пока человек молод, у него есть... Я бы не отказалась. Я другого. Понимаете? Пока человек молод, у него есть то, что нет у тебя, Андрей Чиевик. А именно, ты уже сноб такой, ты уже ханжа, понимаешь? А человек хочет что-то сделать лучше, вперед, у него энергия. Ну, спасибо. Стефания Данилова, как называется? Человек номер. Ну, сама действуй, пожалуйста. Этот стих называется «Осечная переписка». Человек номер раз. Прекращает писать строчки, точки, кавычки, тире, словеса. И еще, и еще, и еще полчаса. Человек номер два. Звучал потолок. И придумывал, как обозвать каталог. Ненарочно задел безымянный капслог. Отписался на просьбу поклонницы «Нет». Энтер. И человек номер раз не в цене. Человек номер раз. Переломанное слово. В Неверленд мысли формы ни слоя ни сло. Человек номер два. Сочиняет рассказ. И не нужен ему человек номер раз. Да, привет всем, кто там машет мне в зале. Я догадываюсь, кто там. Стих... Мальчик пришел. Да ладно. Да. Ну, привет ему. Стих номер два. Пусть мне семнадцать, И прожит у мною столько, Сколько кататься можно на первом льду. Мир мой из острых, мелких, седых осколков. Хоть и стараюсь схватывать на лету. Да, у меня есть берег. Мой теплый берег. Там и дома, и улицы задарма. А еще я имею перья, И я не верю просто открывающимся домам. Мне обрывать как трену на полусловия. Мне это пепел стряхнутый, маята. Что мне ограда чьих-то чужих условий? Я же богиня, а все остальные так. Я поделю людей на слонов и мосик. Да, все равны, но кто-то еще ровней. Жду у Марии погоды. Волна приносит зелень бутылки. Письма скучают в ней. Письма в отговорившую чью-то осень. Желтые и адресованные не мне. Я здесь совсем состарюсь. И это просит, что ты совсем не хочешь сходить на нет. Я же богиня. Я же трепала нервы, волосы, Посвященные мне тетрадь. А была бы я первой, была бы я первой. Вот тогда бы было что отбирать. Твой каталог, мой неприглядный номер. Но мураками даже писал у него. Хоть бы и ты вернулся, и он не помер. Хоть бы настало время, когда вздохнем. Просто, легко, спокойно, ладони в ладони, В парке у храма имени твоего. Пишешь стихи, пьешь из горла джин-тоник. Кто там с тобой на равных и на леву? Это письмо от грусти моей потомит. Да и куда пускать, кроме как в него? Я не готова ни к сессии, ни к разлуке. Я прилепилась с черным снежком к окну. Вот и машу тебе так, что не имеют руки. Я оставляю сама же себя одну. Я не готова. А впрочем, готова либо. Дайте билет, мне тему, тебе на взлет. И уберите с заднего фона всхлипы И этот первый еще не окрепший лед. Да, я готова ждать тебя первый месяц. Да и второй, и третий не откажусь. Что же, пускай теток, это много весит. Впрочем, я обязательно удержу. Спасибо. Николай, я дам его. Подожди, выходи. Это же у нас первый раз в месяц, два. Первое деление, первый раз. Ну да, да, дебют у тебя. Можно тебя пару слов обсудить? Конечно. Ну если ты против, мы не будем. И не против. Андрей, скажешь что-нибудь? Да, Володя, честно говоря, я подумал, если ты меня вызовешь, чтобы мне сказать, и растерялся, потому что я не пользуюсь. Первое, понятно, история доктора Джекела и мистера Хайна. А второе, посвящено, видимо, ожиданию любви. Я так понимаю. Ну весьма будто. Мы экстрасенс! Слушай, девушке 17 лет, что ты хочешь? Она для 17 лет гений, по-моему, вообще. Тогда я тебя не понимаю. Чего я президенту? Президенту? Потому что я богиня. А ты считаешь, что Путин совершенен во всем? Он не называет себя богиня. Я не знаю богиня. Откуда вы знаете, о чем он говорит себе, своему отражению в зеркале дома? Я не знаю, я предполагаю, просто у меня есть понятие о корректности рассуждениях. А богиню в президентах, я помню, из-за Елены прекрасно, что-то помогает. А вы знаете, что такое ирония? Ирония? Что это такое? Что? Интересно. Это то, в каком-то у меня сейчас сказало, что я богиня. Так я особо не считаю. Ну все, спасибо. У кого-то, подожди, может кто-то еще хочет что-то сказать? Арчи, скажешь что-нибудь? Тебе не нравятся ее стихи? Почему? А? Я просто не хочу их комментировать. А почему ты не хочешь комментировать? Да, интересно. Потому что я богиня. А, он тоже богиня. Хорошо, спасибо. Конкурент! Хорошо, Стефаня, спасибо огромное. Мне на самом деле очень хорошо выступили. У нас же сюрприз с вами есть. Да, спасибо. Вы пока пройдите в зал. Хотите критику реальную, что ли? Хотите? Нет. Жесткую. Когда скажут, что у вас стихи маленькой сопливой девочки. Хотите? Я ее так же получаю достаточно. Так я тоже так думаю. Но это не стихи маленькой сопливой девочки. Я с этим не согласен. Этот человек сейчас в зале, он это слышит. Что? А. Нет, ну это достойные стихи. То, что сейчас прозвучало. Для меня. Это мое мнение. Хорошо. Давайте двигать процесс. И у нас дальше. О чем все сидят? Сергей Удальцов в зале? Будешь? Через человек. Через человек. Анастасия Кирсанова в зале? Константин Гафнер. Выходите. Яна Аудеева. Пожалуйста. Пока они выходят сюда. Пожалуйста. Светлана Полянская в зале? Будьте здесь. А поэты выступающие? Ну что вы все время так далеко? Светлана, давайте вы. А Константин и Яна после вас. Светлана Полянская. Светлана вот тот человек, который выступил в третьем отделении, так же как и Стефания, вот в прошлый вторник. И теперь она выступает в первом. Пожалуйста. Светлана Полянская. Эпидемия. Время в Нью-Йорк. Сдаются любовники революции. Я кумир своего беспредела. Улица. Я костерный сожженный до два. Не успел разнестись по пареньям границы. Сошедший с ума. Превратившийся в птицу. Лже-реформатор своего рассудка. Яблоко утка. Жарится и кричит. Звенят полные грязь и канавы. Падают с крыши разодетые клоуны мести. И тухлое мясо в тесте пожирает бродячие псы. Поцелилась дневная бомбежка. Вроде в пустане и даже хвостом, Раздирая в порыве экстата свой дом, Инфантильная черная кошка. Донорной кровью заражение. Ручка. Я уже не сгибаю рук. Мне смешно. Иногда приятно, что ты тут. Рядом и нигде. Не имеет значения. Главное, что ты рядом с моим пробуждением. И если последних дней осталось мало, Не уходи. Не избегай моего капкана. Я дохожу до крайней стадии твоей. И не влечи. Эпидемия. Вирусы сплетем. Сплетем, не заметим. Разность эмоций, температуру, ветер. А я целую тебя в губы. Дождливый вечер. Спасибо. Спасибо. Светлана Полянская. С дебютом вас. Можете действовать. Будем списываться. Продумывать, что дальше делать. Ну, вы сами обращайтесь. Буду рад видеть, если вы будете выступать. Все, заявляйтесь. Значит, господа, у Константин Гафнера и Яна Авдеева в образах уже, в образе. И они как бы вот в начале второго отделения делают спектакль. Поэтому они сейчас не выйдут сюда. А сюда выйдет вот Анна Ханна. Пожалуйста. А, кстати, Анна тоже тот человек, который в прошлом втором, в третьем отделении выступила. Мы ее заметили, и теперь она здесь. Вот перед вами. Вов, ты делаешь подпись? Да, микрофон далеко этому не протянется. Не надо далеко ему тянуть. Работайте технически так, как... Учитесь быть технически. Вот как-то так. Так зачем вообще вам можно к нам допускать вперед? Это физический триптих, статика или динамика. Белый человек, не приходи больше. Не вытягивай всю меня до последнего киловатта. Говорят, чем сильнее, тем горше любовь. Моя перца, я будто распята на алтаре твоих слов. Не деться, не поймни в душу, не жуй мне сердца. Не выделяй меня из толпы. Уйди. Ничего ангельского, кроме лица, не осталось В твоем амплуа, лебедо, пути. Иди к другой, прояви к ней жалость, Упакуйся, стихи приготовь. Она же мечтает о таком подарке. А мне бы найти себе Донни Дарка, Киноталантовская любовь. Но пока вам не тут. И мы снова по улицам лицам гуляем твоим языком, Чтоб найти тебя и влюбиться на этот раз с огоньком. Проститься не получается. Ты, облетев любимых, бродя, Опять ко мне возвращаешься вдоль, Перейдя все реки, все страны, Объездив их автостопом, Средь ночи святым бураном, Или духом сверху зайдя, Выдыхаешь и ритм плавно, Перепутавши тропы рьянно, Выматываешь сверхчувством безумно, Спонтанно, любя. Слевый человек ты достал уже, Останься! Или уйди, Чтобы слиться в январький снег. Письма мои чернильные прихвати, И на тумбочке чек, Будто мы в расчете, Будто дети стихи в песне Меня не заботят так же, как этот век. Напиши, напиши, напиши. Два, два, три, Белые кудри снятся, вьются, пляшут, До недарка в костюме черных волос идет, Постоянством целуют мой рот, Не вяжут, и все, все, все наоборот, Он камерной краской и богат, Молчит, его внушитель не видит, Скучит и приедается, Но зато он не мается, В счетку по графику сходит, пират. Верный, милый, старается, Все на общий очаг, лад. Дарканит певец, музыкант, Парет, он вообще не публичный, Он просто рисует, Снимает свет-свет, Готовит прилично отлично, Селом в плед, В утром домосед, По голове провода, Кайпаду, селит, Бери, не бери, он безчувственный, Но удобный, не дурственный. Я творю в нем без приступов, Перерождений вовсе искусственно, Без движений, Сердце его хайнтековском, Завидывая игрой и кроя скуку, Но небо, о небо, Какая мука, Снова проходит время, Уже не снимаю, не анимирую, Набирая, резервирую, Воображаемых актеров, Вспоминаю, как мы успели Подышать мое имя. Долгость? А вы устали? Ну что-то уже умерли. Спасибо. Анна Ханна! Просто, Сейчас, закончишь, Анна? Секунду. Дело в том, что потом, Кому интересно, Он же потом стихи сможет Вконтакте там найти. Ну, заканчивай. Да, конечно. Пожалуйста, заканчивай. Анна Ханна, ну? Я закончу, хорошо. Белый человек в неизвестном теле, Восстать из огня до полы В стелек схемы стихов, И в глазах ладоней Всех не пишет, Как маслом иронию Установленных правил. Счастье. Но он же, Как какая-то реальность В очередной раз уйдет. Когда капель поманит комфорт, Я устала от будения, Забывая, что деньги не главное, Скроюсь в недвижности наблюдения. Все равно, Бутее бесоставно. Как въезд Белому человеку Я думаю, достаток. Техническая шпальня, Вали. История движется по спирали. Включаю TV, Смотрю продави, Подкручиваю громкость и динамика. Ладно, Наташка, Вы включаете TV, Подкручиваете громкость и динамика. От этого ничего не изменится сейчас. Спасибо, Вы энергии, Стихи мы ваши потом В интернете посмотрим. Спасибо большое. Это не я, Это ты, Вася. У нас такой проект, ТВ-поэзия, Где ведущий вот так вот По-хамски себя ведет, Перебивает. Спасибо. Спасибо. Анна Камна! Господа, Давайте здесь Не публиковать стихи до конца. Чувствуете, Что вы уже Энергия кончилась и так далее. Останавливайтесь, Все, Пусть вам лучше похлопают, Чем вы будете Как в литобу гнить До самого конца, Лишь бы текст досчитать. Этого здесь Не надо делать. Петербеев Дальцов, Пожалуйста. В пенсионерском литобе. Что? В пенсионерском литобе. Что в пенсионерском? Вот так читают, Поющие. Вот как она сейчас читала. Ну вот она в конце. Начала хорошо, А потом же умерла. Анна, Это такой проект. Пожалуйста, Сергей Дальцович. Ну давай же действуй! Серега! Нет, нет, Вот этот. Он на стуле, который сидит. Добрый вечер. Вспомню свое старое произведение. Сразу скажу, Что я бы не назвал Это поэзией. Скорее, Это тематически Зарифмованный текст. Я думаю, Вы все поймете. Что, если ты узнаешь тайну, Которая тебя разочарует? Таится, что в глазах печальных, Которые сердца воруют, Которые блестят, Загадочно и ярко, Которые узнаешь В череде безумных лиц. От магии Их вмиг становилось жарко, Их как лекарства ждали Жители больниц. Они видели всех, И каждого внимали. Спокойствие несли Живительный родник, Прикосновения. Чутки мы раны зашивали, Максимализм объединялись С мудростями книг. Ты мне поверил, Ты ко мне привыкли, Тебе я клялся силами светил, Глаголами чарующими В разум твой проник. Я на тебя дарил, Что было сил, Свободу И умение самовыражения. Тебе я просто взял И подарил, Отрек возможность поражения. Представь, Что вдруг я соскочил. И что теперь Ты делать станешь? Ты веришь мне И вправду веришь. Меня предателем признаешь, Или силу веры обесценишь. Ты спросишь, Что с тобой, дружище? Куда теперь твой взор направлен? Ведь мы питались Одной пищей, Теперь весь наш кусок отравлен. А мог ли я Все время лгать Себе, Тебе И тем, Кто с нами От скуки В облаках витать, Порочить честь Красивыми словами На ветер, Выбросил их миллион, Купался в сером пепле От стихов. Так может это Всего лишь сон? Как будто чувствую, Что не готов. Что не готов? Мне было и не нужно. Я посмеялся Над любовью верных псов. Вы, высунув язык, Передо мной стояли дружно, Следили за глазами, Велись, Носил услов. Каждый из вас Поверил в чудо, Которое взялось Из ниоткуда. Ведь жизнь вела вас В никуда. Тянулись призраки Из сажи и из льда. Я истинно кричал С трибуны, А за душой таил грехи. Я обещал вам путь До головой лагуны. На деле к людям был глухим. Я как закон, Хорош лишь на бумаге. И к этой жизни Я неприменим. Недостает решимости Мне и отваги. Диагноз мой Больной неизлечим. Доброго зла Здесь быть не может. Не надо стихов и песен. Рисует старый, Пропитый художник. Весь мир, Что жесток и прессен. Лететь ярким пятном, Цветным полотном, Не зная границ. Или поражняком Плыть за бортом, Падая ниц. Нет никакого продолжения. Империя ангелов пуста. Лишь ненависть, Изнеможение, Лишь у детей душа чиста. Теперь перед тобой Все маршруты. И тупики теперь твои. Вот только я Раскрыл все парашюты. Лети, Но впредь себе не льсти. Ты свыкнись с мыслью. Я? Никто. Я был никем. Никем я буду. Переезжи свой мозг Бинтом. Сотри меня. Лечи. Простуду. Придется заново Все понимать. Учиться заново Искусству высшему. Чтобы волнение Детское унять И сердце снова запустить Уж было в воздухе повисшее. Не знаешь ты, Была ли тайна И есть ли тайна До сих пор Никто не будет Идеальным Ни поэт Ни сердец вор. Не знаешь ты, Была ли тайна И есть ли тайна До сих пор Но ничто в мире Не случайно Ни небо И ни этот разговор Путь не каждого человека Обладает красотой Падающей снежинки Но будь собой Не сотвори себе Кумира Спасибо Сергей Удальцов Спасибо Сергей Удальцов Может кто-то против него Что-то скажет Андрей, что скажешь А? Очень бодрое Какое? Бодрое Есть кто против Сергея Удальцова Кто в зале Хорошо Кому понравился Сергей Удальцов Аплодисменты Спасибо Сергей Удальцов Ну Выступил Энергию подарил Спасибо Немножко Чуть затянул Что-то Однообразие было В середине Буквально Не было Не было Композиционно Я не знаю в чем Но было Я понимаю О чем ты говоришь Маша Но я как бы Я же его не осуждаю Просто в середине Можно было Чуть-чуть Что-то как-то Взять Сесть Например Состроить Я о композиционном Рожи не настроить Ну да Да Что Здесь есть опять Наше слово Как театр это хорошо Но как поэзия Не очень понятное Некоторое выражение Как поэзия Непонятное выражение Ненависть и сниможение Ненависть и сниможение Замечательное выражение А в чем проблема Перевяжи Перевяжи свой мозг бинтом Перевяжи свой мозг бинтом Генеально Отлично Все Вопрос в сербан Не ну правда Я искренне так считаю Кто-то считает иначе А может быть твоя искренность Только не так Нет Нет Вот то что Ну Андрей Ну скажи мне Любую другую фразу Я скажу Что это фуфло Ну скажи Вот любую фразу Из тех вот Лид объединения Которые ты посещаешь Старик А извини пожалуйста Как актер Покажи мне Ненависть и сниможение Что ты ерунду говоришь Это метафорическое Поход Это же материал Маша Ты считаешь Ненависть и сниможение Плохое Но это бред Ладно Давайте двигаться Дальше Вот я вот Видите Что-то приготовил Сначала все-таки Евгений Цоков Находи Женя А потом Мы вам тут сюрприз Устроим Евгений Цоков На стол Со стакана Скатилась слеза Минор Скрипел В перебор И вмиг Помокрили У парня глаза В глазах Лишот Близких гор В глазах Желание Встретить друзей Кому-то Еще рановато От кого-то Давно уж Не слышно вести А кто пятый год Как поддатый Он взгляд Опустил И спрятал глаза И как-то Пекло в груди Достал свой китель И старый рюкзак Сгрустнул Что все позади На стол Со щеки Сорвалась слеза Блестели слезинки Для рядом Никто не забыт Не забыто ничто И память Навеки с отрядом Швыряла по точкам Хватило судьбе Что нервы Уже Натянулись Скажи-ка, братишка Неплохо тебе Да нет Так Лишь малость Загрустнулась Сидя на месте Сидя на месте Слагая песни Все руки в тесте Ну хоть ты тресни Сплетая рифмы Стихов зубримых Все алгоритмы Неоспоримы Содрав обои Сломав все ногти В крови героев Коленки локти Взлетая выше Ломая лыжи К тому, кто свыше Авось услышат Разбить все окна И полной грудью Свои волокна Наполнить ртутью Лох на живца Своей печали Шесть грамм свинца Три грамма стали Дурные вести Твердят Исчезни Потом воскресни И хоть ты тресни Бешеные эльфы В моей голове Собирают горсти Ржавых мыслей Тетиву натягиваю Меж бровей Гвозди слов Забивают Смысл Спасибо Евгений Цогров Евгений Цогров Есть комментарии? Есть вопросы? Да Почему шесть грамм свинца? Шесть грамм свинца Три грамма стали Это сердечник в пуле Получается девять Он бежен Ты, кстати, какой-то военный, да? Да, ветеран Вот так вот Так что Есть еще? Что? Ну, больше понравилось Викторию Гинсбург Второе Мне интересно Следующий выступающий Тоже Никто не забыт Ничто не забудет Не забыто будет читать Нет Это сам Выступающий Ну, ребята Ну, ребята, у каждого Своя тема Кто-то пришел С какой-то своей темы Не было здесь штаба Ну, спасибо Ваше мнение принято Кто-то, кто нас сейчас смотрит У него свое мнение Что? Извини, пожалуйста А вот Вот такая интересная строка И полной грудью Свои волокна наполнится тузом Это строка Что ты притираешься к хорошим стихам? Нет, это хорошее образ А скажите, пожалуйста В чем этот образ заключается? В чем этот туз? Я не чувствую Что за волокна? У меня возникает прям картинка цветная Нет, ну у тебя глюки У тебя не возникает У тебя глюки возникают И без всяких строк Сами по себе Выйди сюда Выйди сюда Ну зачем? Пусть автор объяснит мне Что так тут, что за волокна Ну не будем Зачем это Спасибо Ну можешь объяснить Нет, это не важно Вообще это стихотворение Описалось как Передача психоэмоционального состояния В написании Есть художественный подход Знаете, как это? А в том, что слова Состоят из звуков Гук И когда переплетаются Ритмически это все Возникает новое ощущение Метафоры В тебе не возникает Ничего не могу помочь Извини Спасибо Ну что, ну говори А смысл Смысл потом найдем Ладно? Хорошо Спасибо Это был Евгений Цоколов И по ищущий смысл во всем Андрей Чеников Что? Волокна наполнить ртутью Это слова самоубийца Волокна наполнить ртутью Это слова самоубийца Вот тебе Вам понравилось? Он сказал, что он трой Может быть утро Ладно, ребят Мы не будем сейчас Спасибо Все примерно понятно Значит Андрей, выходи Стефания Девы Стефания Выходите И Анна Ханна Тоже уходите Вперед Значит, сейчас У нас будет Некий джем Он почти завершит Первое отделение Вот Располагайтесь Вот Все три точки у нас Давайте 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 Активно Сядь, Андрюш Ты давай А я начну Как режиссер Садись Сюда Девушки Быстрее, пожалуйста На сцену Стефания Ты вот сюда Встань А Анна Пусть будет там А начну я Хорошо? А вы потом подхватите Значит, джем На тему такова Такая тема Они Любят друг друга А он Любит кого-то И в общем Любовный треугольник Или они Любят друг друга Тут непонятно Выясним сейчас Кто кого любит А начну я Серебряный композитор Целовал экватор Ласкал тело Ее смело Волновал груди Говорил Будем с тобой Вечно Она 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 Вечно Она Обеспечна Она Хотела Жить Человечно Ее Тело Верило Встречно Его Темам Но Разбудило Утро Вставай Подруга Кто это Рядом Дышит Упруга Зачем Тебе Надо Такого Друга Ты Что Дура Она С испуга Ринусь К двери А там Звери Везде Звери Грызут Двери Уже Не верит А успит Сопит Ее Не любит Она Как Зава Перед Гений Спасит Серебряный Композитор Проснулся Утром Пикнотом Как Вдруг Увидев Скелет Закричал Вот Оно И Сочинил Мертвую Музыку С тех Пор Он Стал Гением А Ее Череп Поместили В музей На Хранение Вот И Прославились Людям Нужны Гарантии Хотите Верьте Хотите Вне Эти Но В конце Положна Каждому Полноценная Справка Отмерти Давай Поговорим О чем-нибудь Початка Тогда Что Потом Где в горы Пролегает Пусть Зеленый Мох Угниво Жняст Как Скалами Потому Что Крыша А Стре Ножа А я Хрупка Наскать Спину Веку И Что На Крышах Наскредит Судьям Ни за Что Не удержать Как Небеса Тверкают Синевой Нася Ночных Подсвет Кожирень И Как Противовесить Меняться С тобой Лицами И Куролесить Какую-нибудь Жуткую Полепостью С Добли Куском Почему 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 Время Почему Почему Время Почему Бабушки Любят Внучек Почему Жена Почему Неверная Почему Наскучат Солнце Никогда Не видела Рассвета Но Все время По пятам За ним Бежала Хоть Зима Холодная Хоть Лето Солнце На секунду Отставало Солнце Постоянно Грело Землю Залезало В каждое Оконце Только В ответе Я ведь Внемлю Кто Жен Греет Наше С вами Солнце Солнце Часто Пряталось За тучи Одиночество Тогда Казалось Мало Ведь Каким Бо Ни Был Ты Могучим Солнце Временами Уставало И Тогда На Землю Велись Ливни Тьма Сгущалась Словно Черной Кофе Ветер Был Протяжен Страшным Гимне Каждый Был Подвластен Катастрофе Но Не Может Буря Дыриться Вечно И Прорвутся Облака Лучистым Светом Только На Часах Уже Почти Что Вечер Солнце Гонится За Призрачным Рассветом Ты Просто Говорил И Слушал О Моем Внутри Игра О Моем Внутри Нора Эрогена Каждое Слово В уши Ничего Просто Так Каждый Жест Как Знак Посмотри Уже Чувствую Глушу Примеряю Судьбу Примеряю Фамилию Мне Снится Расклад На Года Где Ты Как Ты Поле Где И Как Идиллия А Тебя Волнует Если У тебя Прорвутся Как Самолеты В небе Возбывая Гулка Ты Ж Обязана Святой Блюз Бережим После Своей Часов Убегать Прогулок Хочешь Встречаться С ним Чаще Глаза В глаза Греться Типлом У чистой Его Улыбки Хочешь Немного В общем-то Но Нельзя Или Ищи В прутах Золотую Рыбку Или Ныряй Как В море В кровать И сты Пока тебе Не исполнится Восемнадцать И все Ощущения Водой Святой Крапиш Мне пришлось Полостую Зубами Клацать Дружба Не то Больше Не назовешь Да Снится Умен Приятен Чертовски Нужен Словно В жару Спасительный Ангел Дождь Чтобы ловить В ладони Типа Лужины Чтобы Задыхаться Ветром Писать Стихи Чтобы Не делилось Больше Нам Были Небы Чтобы Из души Из пепла Сырой Трухи Синий Цветок Рвался Прямо В небо Здесь Птицы Живут Что По-моему Петь Разучились И Люди Которые Любят Свою Работу Ко мне Тут Бедняк Проявил Теплоту И Заботу Он Местом Не Уступил Приятная Малость Мобильный Садится Он Голоден Ищет Зарядку Летит СМР Через Белую Ночь Петербурга Я Чаю Купил Сигарет Искурил До окурха Обидный Сдох А что Ему Оставалось Кровать Словно Поле Белудерной Брани Днем Незаправлено Ночью Телами Избито Вчера БВ Катя Сегодня Женя И Рита Здесь Нет Убежденных Лишь Временами Усталость Когда Нибудь Солнце Возьмет И изменит Движение И будет Катиться Строго Сьюга На Сеер Никто Не заметит Застрелиться От любви Весной Шепелявой Там Где Ночью Природа В кредит Глядит Идет Парень Алый Его Фамилия Иначе Вы Глядит Он Молодой И Сердце Его Еще Плачет Время Иглой Незашитой Любви Неудачи Прячется Ёж В лесу Около Города Трэш Все Вперемешку Одеколон Выброшенный Старая Трава Полиэтилен Железки Куклы Голова И в черный Провал Вот заглядывают Деревья Фрески Ежу Страшно Человек Встал Вынул Пистолет И Бабах В черное Небо А потом Убежал Испугался Наверное Я Антипенко Там Не был Но все Эти парни Совсем Не парни Если Мне В ее Руки Чистого Серебра Я Дала Обид Не Делать Обид И Бед И Чего Мне Касалось Все Стало Бы Из Добра Только Бегаю Плохо За Поездом Не Успеть Если Мне Бы Глаза Ее Небо Сапфир Лазурь Я Б Ими Сказала Все То Что Хочу Сказать Я Б Видела Но Сижу У моря И Воздух Глумлив Солен И Обходит Меня Чтобы Не Заразиться Бриз Если Мне Бьет Сердце Внутрь На Секунду Лишь В идеале Конечно Лучше Были Эт На Сто Она Прочтет Ухмыльнется Вот же Опять Шаришь В мусорнике Станет Больше Одним Листом Ну И Завершайте Анна Заверша Или Андрей Э Э Тихо Кого Вместе От всех Систем Третий Раз Ты Мне В Калагатии Третий Раз Я Не Знаю Зачем Второй День Пропускаю Занятия Второй День Не Уйду От Дилем Первым Будь Твоим Другом Братьей Или Первейший Чужой Без Проблем Уйти В минус Свою Тибекратию И Уйти От Тебя Насовсем Знаешь что Вот Ты Ты И Ты Я Не Люблю Людей Я Не Люблю Людей У Которых Встреча С мамой По Расписанию Ровно Двенадцать Приехать Ровно На Час Полтора А потом Бежать Не важно Куда Не важно Зачем Просто Бежать Я Не Люблю Людей Для Которых Жизнь В двадцать Кажется Пресной Однообразной Наскучившей Усталой Никому Бесплатно Ненужной Настолько Что Хочется Дать Объявления В газету И Друг В Руки И Ходить По Этим Рукам Абсолютно Не Думая Вымы Они Я Не Люблю Людей Ну Не Любишь Ты Людей Ну Чего Теперь Это Слушать Что Ли Ты Расскажи Лучше О том Как По Городу Красиво Интересно Ходить А Зимой Шуршать Снегом И Когда Андрей Чиков Чего Бубнит Нам Он Пошел Нафиг Там Он Нигде Не Был Ну И Чего Ни Такое Можешь На Ходу Сочинить Снег И Дожить До Тридцати Сказал Шепотом Смело И Снег Как Будто Конфетив Лицо Прохожим Дарил Белым Андрей Прунк Он Чего Рассказывал Присы Истинно И Я Поняла Что Мне Против Ник Совершенно Не Выстрелить Вот иначе пришла ко мне Совершенно Обезоруженная И я поняла Что на мне Совершенно Не нужно Мои пальцы Больше не пахнут Прошедшим летом Рафаэлла Вступительными Жарой Песнями В словом Мэнплеере Что допеты Тобой живой В разметавшихся Прядях По сарафану Перебудилось Все Листва Лепестки И сны Я одна Из сотен Тысяч Таких Стефаний Что вполне Могут Бестой Одной На всю Жизнь Войны Кто Из нас Проиграл Признает То была Ничья Не продолжай Я знаю Что все Это значит Просто Вот там Вот В зале Сейчас Сидит Арчи Стефания Данилова Спасибо Анна Ханна Куда Вы убежали Анна Ханна И Андрей Прут А я Владимир Радименко Вот Такая Импровизация Все Убирайте Ребята Ноутбуки Микрофон Давай Мне Хорошо Господа Вот Сейчас Завершает Первый Отделение Дмитрия Бациев Выходите Дима Пока Вы подключаете Гитару Машенька Маша Выходи Мария Капова Вирическую Немножко Струю Сейчас Задаст Вот Я думаю Что мы Обсуждать Не будем Там Поэзии И так далее Но вы заметили Одну вещь Девушки И Стефания И Анна Рассказывают Нам о студенческой Жизни Переживании Там Хорошо Умеют Со словом Работать Интересно Слушать Ну Такое Замечание У кого-то Есть Другие Замечания Все Правильно Хорошо Так а Это И спектакль Должен быть О жизни Поэта Ну Вернее Актер Что же Володя Актер 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 Ну Хорошо Ты когда Приходишь Смотреть Румаю И Джульет Мне сложно Я Буду Рассвета Я потом На видео Все Посмотрю Буду Ощущать Понимать Как Демон Мария Агапова Пожалуйста Добрый вечер Я сегодня С доброй Старой Лерикой Я помню День Февральский И далекий И легкий Пепел Ласковых Волос И наспех Мною Прочитанные Строки В густом Дыму Дешевых Папирос И звездную Пыльцу На небосклоне И снежные Вдоль дома Кружева И мягкие Прохладные Ладони И дерзкие Горячие Слова Я помню Взгляд Пронзительный И смелый И голос Что о чем-то Мне пропел И лист бумаги Беспощадно Белый Среди зимы Невидимых Пробел И то Как утро Тихо Прошептало О том Что губы Безнадежно Врут И путь Обратно По холодным Шпалам По тонким Рельсам Ледяной Маршрут Я долго Шла Одета В снежный Кокон Навстречу Ветру На исходе Дня И черные Глаза Остывших Окон Бессмысленно Смотрели На меня Седая пыль Стелилась Вдоль Дороги И время Торопилось Все быстрее И грустные Глядели Мне под ноги Свисающие Груши Фонарей Я помню Все И тонкие Прожилки На вспухших Веках И провалы Глаз И таял день И падали Снежинки И каждый Встречный Горевал О нас Спасибо Мария Акапова Вот Маша приходит И всегда Так вот Стишок Порадует И поэзия Кстати Вот Стефания Данилова Анна Ханна Мне На душу Тоже Сравну Стихи Их Кладутся Я просто Как бы К содержанию Придрался А не К стихам Это разные вещи Даже не Придрался А просто Вы бы Написали О том Как я Переживаю Господа Дмитрий Бациев Сейчас завершает Первое отделение Потом Перерыв И потом У нас Спектакль Джули Вот Он минут Двадцать И сразу же Группа Десять тысяч Микрофонов На сцене Игорь Крекотов А сейчас Дмитрий Бациев Называется У него Дим как С циклом Песен Из ненаписанного Гитара Там Слышна Чем Нет Сейчас Только Не очень громко Пожалуйста Чуще Ну вот Из ненаписанного Действительно Большой цикл Песен В нем Очень много Стилизаций Под разных Конкретных Поэтов В данном Случа Ограничусь Малым набором Споем Для начала Тебя Семь Хорошо Русскую Народную Ненаписанную Песню Под лепим солнцем На проселочной дороге Под пене птиц И дуновенья Везерка Раскинув стороны Как руки Так И ноги Лежат Два мужика С их красных лиц Ручьями Подстекает Слепни И комары Безжалостно Их жрут В траве Бутыль Опустошенная Сверкает Как драгоценный Изумруд Ведь на Руси Ведь на Руси Вот так Пьют водку Люди Сперва Бутылку В два Стакана Разольют Потом Одним Глотком Стакан Залудят И рукавом Занюхают На бесконечном Русском Бездорожье Где техника Ржавеет И гниет В родную Землю Утыкаясь Рожей Лежит Весь наш Народ О бабах Напрочь Мужики Забыли Не видят Мамы Сыновей Своих Поскольку Раньше На троих Бутылку Пили А нынче На двоих Ведь на Руси Вот так Бьют водку Люди Сперва Бутылку В два Стакана Разольют Потом Одним Голодком Стакан Залудят И рукавом Занюхают Спасибо Это был Дмитрий Бацыев Вы знаете Дмитрия Бацыева 6 марта Можно будет много наблюдать И слушать И слушать Что? 6 марта Здесь Во вторник Раступают Во втором отделении Они будут много песен Петь Стихов Читать Вместе с Михаилом Никольским И Сергеем Не подходят Это дворовая песня Если честно говоря Во дворе Петь не будет Вот эту Не будут У тебя были Красные трусы Помнишь Вот эту Пели А вот эта Скучная Вяло Импотентская Песня Вы извините Спой Красные трусы Не надо Импотентских Петь Правильно Русский Ваг Жит Ни с того Ни с сего Появилось Дерево Плодоносит И цветет На спине Моей Растет Ни с того Ни с сего Муха села На него Посидела Стала жить Стал я С мухою Дружить Муха Спой мне Песенку На ухо Я хочу Счастливым Стать Муха Покажи Мне Силу Духа Научи Меня Летать Ни с того Ни с сего Вдруг Завяло Дерево Перегрызла Корни Мышка Из-за Сухого Дерево Стала Мышка Жить Под ним Улетела Муха В Крым Жалко Мышку Мне Убить Буду Мышку Я Любить Мышка Мышка Спой Мышка Мышка За собой Позови Мышка Без тебя Мне Просто Крышка Научи Меня Любви Ни с того Ни с сего Снова Встало Дерево Прилетела Муха С юга И Ожила Дерево А я Лежу Себе Гнию Никого Не Трогаю Всем Желаю Долго Жить Мышкам Мне Силу Духа Научи Меня Летать Мышка Мышка Спой Мне Песенку Малышка Малышка За собою Позови Мышка Мышка Без тебя Мне Просто Крышка Крышка Научи Меня Любви Любви Научи Мышка Спасибо Все Не будем Сейчас Превращать Нашу Первое Отделение Спасибо Дим Гениально Спасибо Такой Концерт Я уже Анонсировал Дмитрия Кому Дима Заинтересовал Значит Шторник Милости Бросим Они будут Тут Тоже Долго Солировать Их будет Много Они будут Интересно Такими Сидеть Тут Что-то Бубнить Ну В своем Варианте Значит Господа Чтобы завершить Первое отделение Я все-таки Прочитаю стихотворение Оно Короткое Оно Посвящается Морякам Погибшим На подводной Лодке Ковск Меня зовут Меня зовут И горя И горя Незаметно Плюнуло В лицо Седому Адмиралу И всем Стало Как-то Спокойнее Где мой Папа Спросила Девочка У президента Твой Папа Очень любил Море Разъяснили В пресс-центре Спасибо Если нельзя Тут хлопот Это такая тема Мне просто Очень захотелось Почему-то Его прочитать Значит Все Завершаем 10 минут Прерыв